всем привет доброе утро всем доброе утро вот она конечно обязательно закрыть мне рот чтобы я общалась только с ней там у меня еще одна принцессочка лежит это не такая наглая девочка она просто любит чтобы его полоскали быть рядышком передай привет передай нет она только на меня готова смотреть и чтобы я только смотрела на нее мы сейчас начинаем новый проект новый старый проект который я давно планировала только обдумывала как я это сделаю сейчас я все покажу спасибо моим подписчикам спасибо всем кто пишет мне комментарии лайкает меня кто задает вопросы кто дает советы нужные спасибо за лайки спасибо за дизлайки напомню что это тоже продвигает мой канал и делает его и делает его жизнеспособным да да видите как вот нам хорошо общаться вместе все ты понял что тебя тоже снимают и ты принял соответствующую позу сейчас я перевожу камеру на свой рабочий стол чтобы не раздражать некоторых гостей излишней болтовней все будем работать сейчас показываю материалы на свой новый проект это очередная утилизация джинсов это еще не все мои джинсы но я попыталась выложить их градиентом вот эти никуда не вошли и вот эти оказались пока в стороне но я хочу их тоже использовать но это еще не все почему-то очень плохо с резкостью но часть еще на полу у меня находится и сейчас я пойду еще на балкон искать пакет еще там у меня часть находится и еще у меня есть вот что неправильно как-то передает вот джинс как будто бы практически правильно передает камера ну как есть этот видите морковные но на самом деле такой кумачевый а этот а этот бордо как темная спелая малина он гляньте какой красный и и этот потемнее несколько а вот чуть-чуть видите оттенок да ну в общем не не совсем правильно показывается оттенок я не знаю что как мне его показать правильнее это совсем как свекла темная но это пан бархат ну вот я хочу использовать и эти ткани свою задумку я как раз показываю размышляю простите что я может быть затягиваю какие-то паузы я не нарочно вот вот так вот как-то правильнее оттенок пошел ну да не важно я хочу сделать коврик потому как у меня вот такая есть тумба вот такой у меня есть диван и все это я хочу объединить каким-то одним ансамблем здесь я могу заменить эти все свои картинки ну в общем приступаем итак я воспользовалась скажем так на 50 процентов воспользовалась советом умных людей и я не стала делать себе палетку ну это нужно что-то приготовить чтобы мне подходило но я под палетку использовала маленький мат для раскроя петчворка и видите нарезала уложила по цветовой гамме это еще конечно не вся цветовая гамма моя ну для начала я себе приготовила уже отрезочки чтобы не отвлекаться не вставать туда-сюда и спокойно сесть за машинку и начать свою работу единственное что я еще не приготовила это нужно вырезать основу на которую я буду настрачивать свои кусочки джинса основа будет 70 на 70 наверное такие полоски я нарежу мне нужно 3 квадрата 70 на 70 чтобы чтобы длина коврика была около двух метров все теперь я готовлю основу и сажусь настрачивать настрачивать свой crazy квилт и наверное буду это делать вместе с вами без помощницы никуда да кто б сомневался от маминых льняных штор вот у меня есть три куска как раз они приблизительно подходят по размеру которые мне нужны я буду делать коврик из блоков ну все в порядке конечно все как все как положено дала кусичка я буду делать из блоков поэтому я разрезала и у меня вот такие три куска получились все я сажусь вместе с вами начинать наш crazy квилт джинсовый коврик все начинаем я нахожу приблизительный центр ну так поточнее чтобы это был центр мы его шитье пока маленькие кусочки я не стала ничего скалывать просто к самой короткой стороне в этот раз у меня какая-то система в голове сложилась и к самой короткой стороне я начинаю пришивать узкие полоски красной ткани красной бордовой по две полосочки я потом посмотрю может быть я пройду по две а потом начну по три чтобы на заворот шли ну решила перемежать попробовать перемежать красными мне все таки хочется чтоб там вошел красный цвет красного у меня очень мало красного у меня очень мало поэтому я нарезала во первых я хочу чтобы он чтоб красного было меньше чем джинсового цвета поэтому полосочки будут тонкие в виде отделки ну и по ходу дела я скорректирую этого бордового у меня очень мало поэтому я буду то что это упала у меня катушка и не упала совсем а зацепилась за ниточку и мешает мне ладно я потом ее смотаю ну и то что я показывала я голубые цвета вот я наверное начну все таки заворот из более сейчас подберу потом пройду голубой раз два раз два потом я все таки пущу голубую хочется хочется какой то такой особой красоты по особому чтобы получилось хочется немного конечно усложняет работу то что ткань джинсовая и стреч не просто джинс стреч если бы просто джинс который плотный это было бы идеально а здесь у меня стреч поэтому слегка это усложняет мою работу так это я сейчас разрежу я хочу вначале все таки очень узкие полоски хочу хотя здесь не есть где разгуляться от того что от того что большие куски 70 на 70 все таки разгуляться есть где более узкие полоски желательно резать там где там где маленький совсем сам фрагмент плохо будет тогда стоит резать маленькие когда у вас тогда стоит резать узкие я сейчас начну на одном потом догоню все остальные потому как я в общем то сразу все три начала но хочу хочу все таки воплотить то что я изначально хотела в сидушках сделать пока я смотрю маленькие кусочки можно без проутюжки обходиться но я все приготовила так чтобы сразу иметь возможность и проутюжку делать поэтому сейчас я начну покажу что у меня получается и потом уже буду делать параллельно все три так быстрее знаете по принципу по принципу по точной линии просто я хочу начать посмотреть получается ли все таки то что я задумала у меня отлично да отлично и в этот раз я постараюсь поэкономить свои полоски использовать а то джинса как будто бы много делается разгон такой а потом когда начинаешь понимать что что-то я тут сделала не так ну что мне эту нитку я наверное сейчас отпарю эту полосочку задала чуть не то направление которое хотела и решила исправить решила исправить сразу что такое почему-то ниточка оторвалась о вот потому что я хочу чтобы все таки красненькие были узенькие но не настолько как получилось совсем они а вот чем дело ниточка уже заканчивается а я же начала начала всю эту эпопею с лоскутным шитьем вообще изначально от того что у меня осталось два чемодана маминых лоскутков и целая коробка большая ниток тех времен вот потихоньку я утилизирую нитки практически все уже закончились все смотрите сейчас я делаю две части у меня же три квадрата один квадрат я начала сейчас еще те два сделаю доведу до вот такого состояния и потом уже буду делать все три вот пришила следующий следующий надеюсь понятно объясняю я смотрю что мне еще что мне еще есть возможность не гладить хорошо джинсы выкладываться я только подравниваю сразу вот эти хвостики которые их не нужно собирать насколько это возможно их нужно сразу срезать и смотрю как и смотрю как выкладывается у меня вот как бы не делал как бы не делал все равно они получаются разные как бы не старался соблюдать последовательность но так как размеры изначально крэйзи какие попадаются какие где то прострочил чуть шире где то полоску повернул чуть свободнее этот наклон наклон как бы это сказать и все и совершенно меняется и у вас совершенно меняется внешний вид ну он конечно похож но очень интересно наблюдать за малейшее изменение да что такое звуки мне нравятся звуки мои собаки в подъезде лакусь перестань пожалуйста тихо малейшее изменение наклона малейшее изменение ширины там я не знаю угла я не делаю совершенно ровные полоски полоски они у меня слегка идут с наклоном и это существенно меняет внешний вид мои крэйзи розы ой как мне нравится как бы не получилось уже уже красиво понимаете ну конечно да я более тщательно продумываю какой за каким цвет будет идти это раз ну с другой стороны вы знаете я не скажу что я теперь делаю дольше чем предыдущие свои крэйзи проекты объясню почему в этот раз я более продуманно подготовила сам процесс и рабочее место так получилось что у меня добавилась такая высокая табуретка моя которую я использую для вкручивания лампочек она такая ее можно как столик использовать невысокий и я ее подставила себе поближе и я теперь смогу смотрите какая красота получается я смогу не отходя от кассы как говорится проутюживать и некоторые мои элементы здесь лежат рядом как раз моя палетка с полосочками хорошенько порылась в своих запасах нашла еще кусочек бордовой тканюшечки в которой я делаю перебивку джинса но не знаю как будет в готовом вот мне так захотелось я так увидела очень очень надеюсь что это будет красиво тут у меня уже пошла сборка такая совсем из кусочков потому как ну хочу все таки сэкономить видите мне кажется интересно выкладывается единственное мне нужно подумать каким цветом я буду делать каким цветом я буду делать стежку я люблю делать стежку машинной строчкой и мне очень интересно понять самой даже каким цветом будет красивее тонковато я нарезала ну ничего мне главное чтоб хоть тоненькая полосочка проходила бордово чем тоньше тем красивее мне так больше нравится да что ж такое там за сообщения у меня идут это контакт у меня там в группах сообщения и в ютубе сообщения спасибо большое что пишите мне все мои подписчики в контакте меня находят девочки пишут мне приятные сообщения и мы общаемся так хорошая плотная эта ткань такая на которую я настрачиваю прям очень даже мне нравится интересно но мне конечно не хватит полностью этой красной ткани на полосочки на отделочку буду тогда резать ту которую я показывала с рисунком а пан бархат пока не решила куда ну просто я его нашла вспомнила о том что он у меня есть он такой очень красивый конечно очень мне понравился что-то я из него шила дочери казалось свитер и ставила рукава из него так теперь я хочу поставить вот такие мне нравится это темноватая сторона сейчас посмотрим а вот подходит как раз кусочек как раз очень хорошо подходит кусочек отлично за счет того что основа плотная мне не приходится бесконечно идти к утюгу отпаривать хотя стежка конечно будет нужна потому как есть моменты где есть моменты которые об этом говорят так ну-ка я посмотрю ой вообще просто просто красота я не все кусочки резала чтобы иметь возможность отрезать по ходу по ходу пьесы когда уже чтобы видеть а то если нарежешь полоски бывает нарежешь полоски а потом понимаешь что лучше бы я от сплошной проложила строчку а уже потом да чудесно не шумит не шумит не шумит перестань ну перестань пожалуйста акусь я работаю а ты мне звук создаешь за счет того что я делала бордовых только по 2 а эти начала по 3 делать поворота немного немного вышло не так как я планировала ну по цветовой гамме но это не страшно ой я наполняла но это совсем не страшно я просто прищу сначала полоски которые должны быть ой зашла далеко секунду хотела же делать красные по 2 а остальные по 3 но смотрю что нужно по ходу решать когда 3 когда 2 видите вот тут 3 вот тут 2 этих 3 этих пошло 2 бордовых я слимя делаю по 2 все помнят что у меня маловато этих бордовых бордовых красных полосочек поэтому я очень экономно нарезала но она так и красивее не броска я сейчас делаю 2 бордовые а потом продолжу вот это и она как раз третья уйдет вот сюда отлично правильно я решила менять количество здесь уже длиннее получается полоса чем сейчас пойду нарежу подлиннее уже у меня начались сомнения правильно ли я в этот раз титабу гамму составила хочется очень хочется очень какие-то такие фантазии в голове вроде сидушки когда закончила такие красивые получились я решила схитрить так как у меня должна идти сейчас красная как то вот по рисунку именно так красиво лакусь я тебя прошу сейчас я выкладываю 2 красные полоски покуда они у меня еще есть потом просто буду делать красные с рисунком вот таким образом видно да лакусь я тебя очень прошу потише а вот тут сделаю темно-синий тогда мне такая хитрость удастся темно-синие пойдут по три стороны ну ты посмотри как она мне мешает работать иди сюда ну что такое посмотрите стараюсь сделать параллельно каждую каждый кусок и что вы думаете нет ничуть ничуть не бывало как бы параллельно я не делала то там я догоняю то тут я добавляю этот вот совсем маленький не потому что в нем меньше полосок просто так получилось сейчас я тут чтобы выровнять третью полоску но она не будет так бросаться в глаза что она третья что они такие получились две коротенькие и пришлось делать третью чтоб гармонично смотрелся общий вид поэтому а вот сейчас уже придется идти заутюживать порезала пальцы а теперь придется идти заутюживать и уже будет перекос по цветовой для того как я хочу вот бак с Девица. Удобно ли тебе, красавица? Сначала полчаса прическу натирала на подушке. Пока я отвернулась гладить свои клаптики, она взгромоздилась. Ой, я не могу. Ну, а слезать ты как собиралась? Залезать всегда проще. Мафия. Мафия. Ах, ты такая мафия. Что ты наделала? Кто тебя будет оттуда снимать, а? Маменька. Вот еще одна. Вот еще одна помощница. Знаю, где находиться. Гляньте, что я развела. И у меня помощницы тут две. Вот она. Вот она я. Вот она я, помощница. А ты собираешься вставать? Красуля моя. Красуля моя. Все. Работа окончена. Идем на улицу, да? Гулять пойдем. Повыгоняла девок. Я гла на мою работу. Лежи, лежи. Ты мне не мешаешь. Лежи где хочешь. Я твою мафию. О, о, о. Услышали. Брюк. КОНЕЦ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok